Основной показатель карты Таро, восьмерка мечей, блокированная энергия. Человеку может представиться ряд увлекательных возможностей и идей, но неподвластные ему силы ограничат его выбор и действия. Крушение планов может привести к страху и потере веры в возможность достижения цели. Прямая восьмерка мечей предупреждает о крупных и неожиданных бедах, болезнях, несчастных случаях, о дурных известиях и денежных потерях, о врагах, которые попытаются нарушить устоявшийся уклад вашей жизни. Аркан восьмерка мечей говорит о кризисе в отношениях с близкими и коллегами, о вербальных барьерах, но эта ситуация временная, ее можно избежать или предотвратить собственными силами. Из списка сотрудников и объектов SCP, изображения которых повторно использовались SCP-361-ARC. Карта восьмерка мечей. Изображение SCP-187. Описание. SCP-187 одета в смирительную рубашку и пристегнута ремнями к койке. Ее голова запрокинута и слегка повернута влево. И, несмотря на то, что на ее глазах повязка, создается впечатление, что SCP-187 старается отвести взгляд, чтобы не видеть чего-то, оставшегося за кадром. Нижняя часть лица SCP-187 выглядит так, как будто она сильно стиснула зубы. Вокруг ее койки находятся различные медицинские приборы в количестве восьми штук, соединенные проводами. Говорят, когда не можешь заснуть, надо считать овец. Представлять, как они идут одна за другой по зеленому полю. Иногда останавливаются пожевать траву, а потом по очереди перепрыгивают через покосившийся деревянный забор, который был бы мне по колено, если бы я оказалась там. Говорят, это должно успокаивать. Терпеть не могу, овец. Такие глупые морды. Мне снятся кролики. Вокруг меня много-много цветов. Целое море цветов. А впереди огромное поле с покачивающимися на ветру колосьями. Мне кажется, это их я касаюсь рукой. И от этого щекотно. А потом смотрю, кролик глядит на меня. Шевелит ушами, тычется носом в ладонь. Он смешной. У него шерсть на морде черная, как будто клякса на носу. А вон тот тоже рядом бегает, полосатый, как котенок, которого моя подружка на улице подобрала. Господи, полосатый кролик. Такое вообще бывает? Он прыгает так неуклюже. Потом поворачивается ко мне. Не вставая, я просто ложусь на живот и двигаюсь к нему поближе. Он не пугается меня. И я сажусь и беру его на руки. Мне почему-то холодно. А он такой теплый-теплый. И я его глажу. И сама удивляюсь, что он сидит спокойно. Деревянный забор тут тоже есть. Весь все ветвьенком. И я вижу, как на тонких стебельках появляются сначала бутоны, а потом цветы. Господи, они расцветают. Они не вянут. Я только теперь понимаю. Они красивые, белые, розовые. И они не вянут. Вот так точно не бывает. Все цветы умирают. И я уже не помню, когда в последний раз видела их лепестки такими яркими. Они свисающими, как комки пыли сухих стеблей. Я не хочу закрывать глаза. И это тоже невозможно. Так будет вечно. Правда. Так будет вечно? Много цветов и много кроликов. Не хочу больше закрывать глаза. Пожалуйста, хочу быть здесь. Пусть ничего не меняется. Ничего не меняется. Ничего не меняется. И я открываю глаза, потому что просыпаюсь. У меня в руках подушка. И я прижимаю ее к себе. Она вся мокрая. Кажется, я плакала. Но мне уже не важно, видел это кто-то или нет. Они все видят. Они всегда смотрят на меня. И хотят, чтобы я смотрела на них. Не хочу. Пожалуйста, хватит. Пока никого нет, я зажмуриваю глаза. И я жалую кулаки так сильно, что ногти впились бы в ладони, если бы на мне не было этот тряник, который не дает мне даже ложку в руки взять. Так будет вечно. Ничего не меняется. Кролики. Доктор, фамилию которого я не помню и помнить не хочу, смотрит на меня. Я почему-то вспоминаю табличку на двери магазина. Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера. Мы все тут кролики. Да, подопытные кролики. Мы подопытные кролики. Слышал? Ты меня слышал? Скрытая камера сама улыбается мне. И это выглядит смешно. Действительно смешно. И я смеюсь так, что кажется, почти задыхаюсь. Кролики. Проклятые подопытные кролики. Я помню. Я все помню. Черт возьми, я опять вспоминаю, как эта дрянь случилась в первый раз. Там тоже был кролик. Белый плюшевый кролик, которого подарил моей сестричке на день рождения ее парень. Она так хохотала, потому что если этого кролика сжимали в руках, он начинал петь песенку, а потом играть в свадебный марш. И это в течение нескольких минут. Не замолкая, мать сказала, чтобы она не вздумала подкладывать его кому-нибудь в постель среди ночи. Потому что если разорется, весь дом перебудет. Господи, как же она хохотала. Моя сестра. А я видела, как она кружится по комнате, держа в руках безголовую игрушку. А на полу валяются ошметки плюши и поролона. И пластмассовый корпус с механизмом, который должен был быть внутри кролика и проигрывать музыку. Батарейки лежали рядом. Но из него все равно раздавался свадебный марш. Боже. И не хочу вспоминать. Не хочу. Не хочу. Все повторяется, как будто идет по кругу. Подопытные кролики с оторванными головами, ногами, руками. Убери руки. Убери от меня руки, тварь такая. Ты не человек. Мне страшно. У тебя на руках кровь. Убери от меня руки. У тебя действительно кровь на руках, идиот. Или ты думаешь, что я про тебя второсортные стишки писать собираюсь? Что вы видите? Я не могу пошевелиться, потому что мои руки связаны. Мои ноги связаны. Я вся связана. И человек, стоящий у меня за спиной, пытается повернуть мою голову в сторону открытой двери. Я не хочу смотреть туда. Я хочу спать. Я замечаю, что опять плачу только тогда, когда щеки становятся горячо. Я правда очень хочу спать. Пожалуйста. Можно я пойду спать? Я устала. Я устала кричать. Устала дергаться, как моль в паутине. Устала надеяться, что все это кончится. И думаю о том, что когда-нибудь я уснул. В конце концов, они не могут лишить меня и этого. И в мои сны заглянуть. Они тоже не могут. Правда, от этих таблеток мне почти перестало что-либо сниться. Кроме кроликов. Как сегодня. Кажется, я знаю, почему все началось с игрушки. Она похожа на меня. Меня хватают и кружат по комнате. Я задеваю рукой угол стола, но не чувствую этого. Я сделана из ткани и поролона. И болтаюсь в чьих-то руках, как тряпичная кукла. От кого? Доктор Клейн. Кому? Совет смотрителей О5. Учитывая несоразмерные затраты на содержание, включающие обеспечение постоянного присутствия при объекте полной медицинской бригады, запрашивается разрешение на устранение SCP-объекта, в данный момент внесенного в базу данных под номером 187. Я теперь не могу даже заснуть. Мне страшно, потому что я не проснусь. Я боюсь зеркал, я боюсь даже смотреть на воду. Или чем бы там она мне не чудилась. Мне кажется, что если я сейчас увижу свое отражение, то там будет труп. Я же так хотела умереть. Я хотела отдохнуть, я хотела перестать смотреть. Но я не задумывалась, что тогда мое лицо превратится в череп с облезшей кожей. Или в кровавую маску. Или... Мама говорила, что я красивая. Я красивая. Я красивая. Вчера я опять видела мертвеца. Я видела парня с дыркой в голове. Он тоже мог быть красивым, если бы не умер. И у него тоже не было имени. Ни у кого нет имен. Я забываю свое имя. Сначала я никак не могла запомнить номер. А они обращались ко мне и думали, что я специально не отзываюсь. Я же просто не могла запомнить. Да, черт возьми, я не могла запомнить три цифры. Цифры, цифры, везде у них цифры. Я не смотрю им в глаза, чтобы в один момент вместо зрачков там не оказались цифры. Везде цифры. Кодовые замки и металлические двери. И в них тоже есть отражение. Стоя перед одной из них, но не поворачиваясь к ней. Я думаю, что рано или поздно мне все равно предстоит это сделать. Что будет, если я обернусь сейчас? Может быть, как в мифе про Орфея, который мы проходили когда-то в школе, окажется, что за моей спиной царство мертвых. Я увижу себя. Мертвую же. А потом мое отражение, которое я так хотела спасти, схватит меня и потащит за собой. И я сама умру. Только потому, что я обернулась. Только поэтому. Может быть, кто-то толкнет меня или потянет за руку. Или хотя бы просто прикажет, посмотри. Кто-то другой не я. И тогда я смогу думать, что просто так получилось. И я не виновата в том, что обернулась. А значит, царю мертвых не за что осудить меня. Люди вокруг меня молчат и не шевелятся. А я понимаю, что мне некуда бежать, потому что мир мертвых и так окружает меня, слившись воедино с тем, что еще можно назвать живым. Сейчас я оглянусь. Я сама. Я правда сделаю это сама. Сейчас. Я стою перед дверью, которая должна была вести меня в иной мир. И вместо нее я вижу груду искореженного металла. На что вы смотрите? Кажется, обращаются ко мне. Наверное. Это так странно, когда они говорят вы, человеку, которого лишили имени. Но сейчас мне даже все равно. И хочу закричать. И хочу кинуться прочь отсюда. Хочу упасть на колени. Прижаться к полу. Крепко обхватить себя за плечи. И опять закричать. На что вы смотрите? Отвечая, я почти не слышу своего голоса. Меня за что-то благодарят. А потом начинают переглядываться между собой, куда-то торопиться, мельтешить, носиться вокруг и думать, что я не замечаю. Они бегают туда-сюда. А я хочу спать. Почему-то мне кажется, что я хоть сейчас могу уснуть. От кого? Доктор Кляйн. Кому? Совет смотрителей О-5. В свете инцидента. 07. Отзываю ранее поданный запрос на устранение SCP-187, так как благодаря ее косвенному вмешательству удалось предотвратить побег одного из наиболее опасных объектов класса Кэта. В свою очередь запрашиваю разрешение предоставить SCP-187 возможность перемещаться по зоне в сопровождении медицинского персонала, так как это может послужить способом предотвратить другие вероятные ЧП. Разрешено О-5. Дорогой зритель, благодаря онлайн-магазину GeekFunk у нас появилась возможность провести небольшой розыгрыш с уникальными товарами, которых нет в продаже, а именно набор. Хранитель Сокровищ, Галлюциногенная Игральная Кость и Омникарта Фонда. Чтобы принять участие, вам будет необходимо подписаться на ВК-группу Протоколы SCP, сделать репост этого ролика из группы и оставить комментарий под постом с этим видео. Победителей будет двое, и мы их объявим 2 мая. Всем удачи! Ваши Маршал, Картер и Дарк Лимитед. Все ссылки в описании. Увидимся!